Добрый день! Сегодня покажу, как выглядит довольно редкий на наших просторах аромат от парфюмерного дома Dana Parfums. Это Taboo. Этот аромат был выпущен еще в 1932 году испанским парфюмером, испанским парфюмерным брендом и испанским парфюмером Жаном Карлосом. Я купила этот аромат на аукционе в США. Это современная версия. Брала без затеста, просто потому что очень была приятная цена и красивые флаконы. Купили мы с подругой два флакона на двоих, поэтому сейчас один я открою. Ну, во-первых, этот аромат, как я уже говорила, с 1932 года выпускался. Пирамидку его меняли в 1997 и в 2001 году. Однако, ну не пирамидку, а просто переформатировали немного. Однако пирамида, как была заявлена в 1932 году, такая она и осталась. Что в этом аромате необычного? Ну, скажем так, когда он выпускался, его парфюмер задумывал, как аромат не для всех женщин, а только для женщин, скажем так, легкого поведения, для женщин, которые нарушали запретную зону, которые, ну, скажем так, вели довольно неправильный, скажем так, образ жизни по сравнению с другими женщинами. И предполагалось даже, что этим ароматом будут пользоваться только женщины легкого поведения. У меня флакон колонь, это сплэш небольшой, скрипочка, вот виолончель, как ее еще называют. Интересно, что раньше торговая марка, вообще парфюмерный дом Dana Parfums был испанским брендом. Потом переехали они в США, и сейчас владельцы в Соединенных Штатах Америки этого Dana. Что на коробке? Очень удивительно, но мы видим надпись о том, что парфюмерные масла изготовлены в США, а сам аромат запакован в Китае. Ну, непонятно где сделан, хотя написано, что дистрибьюция из США. Батч-код, который на коробке, я не нашла в калькуляторе данные, ну, не знаю почему. Мы видим, что есть штрих-код, он соответствует США. Ну, вот так вот. Не знаю почему так. Ароматы, эти все коробки пришли без слюды. Я не знаю, скорее всего, они и выпускались без слюды. Как я уже сказала, это не винтаж, но это и не совсем прям современная. Удивительно, что есть штрих-код, но нет еще вот этого значка экологической продукции зеленого. Может быть, потому что это именно американская марка, а эти значки все в Европе маркируются этими значками. Значит, внутри такая прозрачная пластиковая формочка, в которой стоит эта скрипочка. Я читала очень много отзывов об аромате Табу. Конечно, пирамидки заявляют, что это такой восточный, насыщенный ароматными эссенциями аромат. Ну, сейчас посмотрим, что именно в колонии более-менее современной. Смотрите, вот эта скрипка так плотно держится в пластиковой ячейке. Сейчас я ее туда извлеку. Вот только так. Ну, пластик мне уже не нужен. Такое обычное стекло. Опять же говорю, была слепая покупка без затеста. Просто красивый флакон, прочла отзывы, недорогая цена. Вот как бы три составляющие, которые повлияли на эту покупку. Здесь 15 мл одеколона, сплэшевый флакон. Ну, я думаю, что для затеста немного поносить будет достаточно. Очень просто сделана крышечка. Пластмассовая обычная крышка с закруткой. И вот обычная прозрачная липучка. Табу. Ничего особенного. На дне я вижу батч-код. Такой же, как и на коробке. Но опять же, я говорю, что я его по калькулятору пробить не смогла. Сзади тоже липучка прозрачная. Написано, что осторожно может загореться огнеопасно. Ну, ничего такого опять. Вот одеколония 15 мл. Ну, конечно, сплэшевые я покупаю флаконы не очень охотно. Не очень их люблю. Люблю с пульверизаторами. Потому что сплэш, ну, коктейм пользоваться сплэшем не очень-то я люблю. Даже с юности. Мне кажется, что попадают, даже если ты пальцем пользуешься, наносишь аромат, попадают клетки эпителия или какой-то жир с поверхности пальца. И это будет влиять на качество аромата. Ну, колонь звучит, ну, просто обычный, современный колонь. Есть нотки амбры. Очень многие девочки, когда получили, ну, мы много покупали этих флаконов, сказали, что там есть мед. Прям такой медовый-медовый аромат. Я не чувствую сейчас, что это мед. Ну, такой, да, действительно, композиция с намеком на восток. Не тяжелая. Совсем не винтажная. Очень даже носибельная и сейчас. Может быть, о, да, и мускус я, конечно, сразу же чувствую. Амбру и мускус. Ну, в пирамиде даже есть болгарская роза. Однако я и на фрагрантике посмотрела розу. Ну, практически никто не чувствует. Поняла, что духи являются, скажем так, одним из шедевров парфюмерных. Может быть, куплю еще, поищу и более старую версию винтажную в концентрации духи, потому что прочла отзыв от известного парфюмерного критика Луки Турина о том, что Табу – это аромат, который стоит наравне с Шалемаром Герлена и Эмирот Кати. Ну, посмотрю, немножечко поношу. Я бы не сказала в настоящее время, что это прям какой-то неприличный аромат такой, который обычная женщина порядочная не сможет на себе носить. Почему и название аромата было Табу о том, что этот аромат символизировал что-то запретное, не те обыденные вещи, которыми мы встречаемся каждый день и каждый день носим и видим. Ну, колонь, в принципе, носибельный звучит довольно современно. Да, и почему-то сейчас уже пошел мне даже какой-то такой, ну, амбра вот с деревом. Даже, может быть, немного где-то и дымочек почувствовала. В общем, довольно приятный, красивый аромат. Второй флакон отдам подруге и буду наслаждаться этим. Вам рекомендую даже его попробовать и не забыть подписаться на мой канал. До свидания.